Театр Но кто же его не знает? Вот уже 15 лет регулярно, по часам, он приходит в каждый дом, где есть телевизор. Его ярким комедийным талантом можно объяснить популярность телевизионного городка, где он блистает вместе с Ильей Олейниковым. Пока что альтернативы и достойных конкурентов ни на одном из телеканалов им нет. Можно сказать, это классика жанра. Но речь сегодня не об этом. То, что Юрий Стоянов снимается в кино, имеет самое непосредственное отношение к театру, воспринимается зрителям скорее, как его шалости на стороне. Но к ним, этим шалостям, стоит присмотреться повнимательнее. Такую возможность дали нам поездки на международные фестивали в Петербург, в театр-фестиваль «Балтийский дом» в прошлом и в этом году. Тут-то и пересеклись наши пути с телезвездой и замечательным артистом Юрием Стояновым. «Балтийский дом» щедро дарит интересные встречи. Он окончил ГИТИС в Москве, затем 17 лет работал в БДТ у Товстоногова. С 1993 года автор, режиссер, постановщик, актер и руководитель программы «Городок». Четырежды лауреат премии ТЭФИ. С 2001 года народный артист России. Этим летом Юрию Стоянову исполнилось 50-е. В программе «Городок» – 15-е. А в минувшем сезоне блистательный мастер приколов и эскапад, когда-то оставивший театр ради телегородка, вновь повернул в родимую театральную сторонку. Еще раз доказав, что он не только шоумен, а замечательный актер. Театр-фестиваль «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге выпустил самую кассовую постановку сезона. Спектакль режиссера Игоря Коняева, кстати, ученика Альва Додина, по остроумной пьесе молодого драматурга Ильи Тилькина «Перезагрузка». Главный городошник несет на себе груз всего спектакля, на который валом валит публика. «Хватит смотреть телевизор, идите в театр!» Гласят афиши и плакаты, расклеенные по всему Питеру с портретами Стоянова в жизни и в новые роли. Конечно, это коммерческий проект, но цель достигнута художественными средствами. Компьютерный термин, ставший названием пьесы, употреблен в переносном смысле – перезагрузка жизни, попытка все начать с чистого листа. Умер человек, возродился в ребенке, но с душой и сознанием 50-летнего мужика. Возможно, публика, осаждавшая самый вместительный театр Петербурга, получила не совсем то, за чем пришла. Но уж точно не разочаровалась. А дело-то просто в том, как очень верно подметила критика, что при любой перезагрузке Юрий Стоянов – очень хороший актер. На вопрос «Что же ожидает нас, театральных зрителей?» Стоянов ответил еще полтора года назад. А вот, насколько я буду соответствовать этим ожиданиям, это уже можно будет об этом судить где-то в мае, где-то в конце мая. Понимаете, не то чтобы я такой уж и не театральный человек, я все-таки 17 лет в театре проработал, и не в самом плохом в этой стране, да. И не то чтобы, ой, прямо такое уж возвращение, знаете, в театр, прямо акция такая. Дело все не в этом. А дело в том, насколько я убедительным буду именно в этой истории. Ведь есть такая штука, как инерция. Ведь зритель от меня ждет чего-то. Я считаю абсолютно неверным эти бесконечные амбиции всех трагиков быть комиков, а всех комиков играть обязательно от Элла или Короля Лира. Я считаю, что вообще зрителей обманывать нехорошо. Если они ждут от человека смешного, то все-таки хорошо их не обмануть при этом. Твою мать! Ну, наверное, было бы интересно сыграть Короля Лира, но хорошо бы так сыграть Короля Лира, чтобы в нем было два-три очень смешных места. Тогда это все соединится. Их ожидания с моими, потому что есть же еще мои ожидания. Я ведь меньше всего, естественно, думаю о зрителе, как любой нормальный артист. Меньше всего. Я думаю о себе. И чем больше буду думать о себе, и чем больше будет эта история нравиться лично мне, поскольку я не репертуарный артист, не работающий в театре, в котором он должен работать и приходить на службу, то для чего мне это нужно? Мне это нужно для того, чтобы получить удовольствие профессиональное. Правильно? Конечно. Вот. А если я его получу, его получат зрители. Пивочка! Пивочка! Что делать? Что делать? Может, позвонить кому? Кому звонить? Я же умер. Умер! Надо что-то делать. Иди к папе, иди к папе, иди к папе. Что делать? Господи, не идет. Господи, будем тренироваться. Ну что, учитель? Мося, мой, учитель. Мося моя. Ну что, мой хороший. Сисю сосать будем? Нет, нет, нет. А где аплодисменты более сладкие? Вот в театре или на эстраде? Вы знаете, я вас не порадую, когда скажу, о, что вы, они разные цены. Ну что вы. Видите ли, девушка, эти аплодисменты заработаны кровью, а там рожей покривлялся, и аплодисменты. Не знаю таких артистов, которые считают, что то, что происходит на эстраде, это искусство второго сорта, а вот здесь настоящее. Я считаю величайшим преступлением против нашей совместной биографии моей и моего партнера уход со эстрады, почти полный, который сейчас происходит. Я человек, очень любящий эстраду. Я театральный артист. По образованию, по 18 годам своей жизни, эстрада дает совершенно уникальные возможности этого мгновенного и многократного перевоплощения. Это не значит, что эти аплодисменты не цены. Ну что вы, ну действительно, они кровью заработаны, ну что тут греха-то эти. Посмотрите на мою рожу, ну я устал. Но это усталость физическая. Она такая, потому что, ну такая, дистанция большая, надо очень пройти здесь, в этом спектакле, в конкретном. Они просто разные. Я люблю и те, и те аплодисменты. Господи, закончились мои мучения. Или только начинаются. Энджи, придурок этот, в больнице спрашивал, умирать страшно? Ты бы родиться, скотина, попробовал! Да чтоб схватки 8 часов подряд, да чтоб потом, как через мясорубку, и молочка бы ты женского пожирал бы. А потом бы спрашивал. Страшно. Ну попадись ты мне, урод! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кроме Стоянова у меня не было кандидатуры, я вам хочу сказать. И поэтому я молодому Тилькину, драматургу, сказал, что Илюша, если нам повезет, и Стоянову пьеса понравится, ну считай, что ты вытаскиваешь счастливый билет, по сути дела. И когда Юрий Николаевич перечитал, ему это понравилось. Мало того, понравилось. Он загорелся, у него энтузиазм возник. Ему страшно захотелось это сделать. Хотя и я, и он рисковали очень сильно, потому что для театральной общественности он такая персона нон-грата, потому что я не помню сколько, сейчас боюсь соврать, 12 лет он уже не выходил на подмостки театральной до этого спектакля, или еще сколько-то, не помню. Я беру абсолютно неизвестную, проваленную во Мхате пьесу и делаю спектакль. Дальше, когда на премьере этот театр и этот зал не могут вместить желающих, когда в рецензии почтенный критик пишет о том, что очередь в театр стояла, как в Мавзолее Ленина, понимаете, для меня это праздник. И для Стоянова тоже. Вы видели в свое время Стоянова на сцене? Нет, нет, не видел. Я периодически смотрел городок, который меня абсолютно убеждал в том, что я вижу блистательного артиста. Потому что есть профессия. Достаточно просто увидеть появление человека где-либо, даже в кино. Не, Лев, тебя бросить трудно. К тебе как-то прирастаешь. Я дурак. Не смог отодраться. Я, Лев, не свою жизнь прожил, а твою. А ты не заметил, что все, кого ты бросал, потом прибивались ко мне? Отогреться им нужно было. С тобой холодно, Лева. Ну, что ты мне предлагаешь? Жениться? Жениться? А завтра что? У нас с ней разные отрезки этого завтра. Солдатскую причину нашел. Ах ты молодец. Поздно, Левочка. Испугался? Сердечко заколотилось, да? Ёкнуло. Ой, не дай бог, мы влюбились. А нам это нельзя, 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 нельзя. Нам надо вот так раздолбать все, чтобы ничего не осталось, чтобы 20 лет после тебя там ни хрена не росло. Баран ты, Лев. Баран. А есть ли роль, которая мне вот просто... Да, была ли одна, нет? Нет. Поэтому вы... Есть роль, ушли оттуда. Главная, большая роль, которую я сыграл, и очень важная для меня, потому что я играл Амадеуса, скажем, да, Моцарта, вместе с Лавиславом Иначеем Стрижельчиком, но это не моя роль. Это была роль Юры Демича, в царстве его небесное. И я вошел в спектакль, которому было уже несколько лет. Все, что я играл, я играл, когда кто-нибудь заболел, не дай бог, опоздал, не пришел, или выпил. Я не сыграл почти ни одной роли по распределению. Хотя их было немало. Я сыграл по распределению ролей только одну роль. Правду говорю. Это была... Две. Это была роль в спектакле «Телевизионные помехи». Это первая моя роль, которую я сыграл безобразно. Это мой дебют в театре. Вратительно сыграл. И сделал все, чтобы про меня забыли. Но не какое-то время. А вторая, это была последняя роль, уже после Амадеуса. Я забыл фамилию режиссера. В село Степанчиково и его обитатели мне принесли роль. Но я уже так... Как бы уже городку было года три. Я так, в общем, как бы был узнаваемым уже артистом. Так на улице. И там была такая роль, было написано «Входит Обноскин с гитарой». Я так читал ремарочку, закрыл, и на следующий день заявление об уходе. И до свидания. Там две страницы было. Все? Две роли всего. Таких. По распределению. Вот на меня. Вот это вот сыграет. Пора учиться работать. Скоро пенсия, Сеня. И ее еще, между прочим, заслужить надо. Ваня, я учусь. Но не получается как-то вот так сразу. Вот так сразу? Четыре года прошло, Сеня. Четыре. Человеческая, в общем-то, у тебя, Сень, биография. И что? Четыре года руководящей работы. Первый секретарь. Ты же не научился ничему. Вообще ничему. Да не буду я. Ты, Сень, как был, так и остался молдавским пастушком. Тебе не республикой руководить, а на дудке играть. Мне очень понравилось отношение актеров, с которыми я говорила, вот к этому спектаклю, Вот очень хорошо, что вы вообще за это... И это видно. Мне очень приятно. Это так ценно. Вот они не относятся к нему как к еще одному репертуарному спектаклю, на который они пришли. Они очень трогательные ребята. Я их всех очень люблю. Здесь есть очень хорошие артисты. Просто какие-то сериальные директора и продюсеры прошли мимо какого-то количества хороших актеров. Это не значит, что их нет. Удивительно, никакой даже тени какой-то ревности, которая могла бы возникнуть в данном случае у актеров, как естественно. А знаете, почему ее нет? А я думаю, потому что они видят степень затраченного труда. А это всегда люди вот видят и ценят. За что? За что мне все это? Согрешил я же ли как-то изощренно? Может, я задолжал кому? А? Ну что? Вот, люди мрут сотнями, как тараканы. Ничего никто не мучает. Да вдох и вдох. А я что? Через все эти кошмары и унижения пройти должен. А все чистенькие. Да ну кто? Тут, может, вот какая штука. Может, я стать кем-то должен, а? Кем-то. Типа, типа этого. Ну, этого как. Блин, один бэтмен в голову лезет. Типа спасителя мира. Вот так. Вот так. А что? А что? Чего? 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 А вот почему нет? А что нет? А вот так? Да. А вот так. А может, я предназначен для чего-то, для чего-то большого, для чего-то великого, исторического, сутоносного. Вот как-то вот так и все. Это, как бы там ни было, это моноспектакль, можно его так назвать. Понимаете ли, это центральная фигура, вокруг которой крутятся эти спутнички, там 8 или сколько нас персонажей. Но я вам должен сказать, что если эти, вот вокруг этой центральной фигуры, крутились бы не очень интересные и менее способные маленькие спутнички, было бы совсем скучно. Но когда вы мне предложили эту роль, да, небольшая сценочка, которая идет там минут 5, я рад, что мы с Юрой там играем, я рад, что наша сцена, как правило, проходит на аплодисменты в этом спектакле. То бишь, это хоть маленькая, но для меня интересная, любимая, значимая работа. Допустим, что ты выйдешь от меня на улицу, а из-за угла выскочит здоровенный КамАЗ с румяным водителем и раздавит тебя. давай вот допустим, ну допустим. Не обожди, я не понял, а почему водитель румяный? Идет ответ. Ну? А потому что он покраснеет от стыда, когда он увидит, кого он размазал, пошто... поспать... ха-ха-ха-ха... давай избиться... Еще по последней три капли, и все, и спасся. Спай, будешь у себя. Да, хорошо. Ну давай, давай, Как поют соловьи, Поцелуй, полумрак на рассвете И вершина любви Это чудо великое, девочки! Подожди, я тоже хочу! Он очень интересный актер, он очень умный человек, хорошо подготовленный, много знающий в техническом оснащении, в музыке, в литературе. Вот это дорогого стоит, понимаете? Вот, казалось бы, то, что он делает на телевидении, да, в городке... Но это великолепно, то, что он делает в городке... Это великолепно, но это все... Я теперь понял, что это все строится не просто на его каком таланте, а на очень хорошем багаже умственном. И отсюда вот это его уникальное владение гитарой, уникальное понимание музыки... Это дорогого стоит. Служение мус не терпит суеты, Прекрасное должно быть, величава наука, даже вуза, но... Простите. Я слышу голоса. Пришла пора мне для раздумий в келью удалиться. Какая глыба, какой матерый, человечущий. А вы считаете, что интервью телевидению – это и есть та форма, в которой человек говорит правду. Я так не считаю. Ну, тогда собрите что-нибудь замечательное. Мне все нравится. Все нравится? Мне трудно сказать. Если что-то такое, что меня на сегодняшний день раздражает, я бы не играл. Я так много делал в своей жизни того, что меня раздражало, что, наверное, в спектакле, в первом, который я сыграл за 10 лет после ухода из театра, меня ничего не должно раздражать. Не, я, я вот так, я, 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 я понимаю, так... У меня хотели взять интервью, да? Да. Так вы... Занька, вы берите, ладно? Как бы я не обоссался тут от смеха. Тяжело идет, да? Нелегко. А я вот так вот шесть месяцев. В общем, так. Сколько тебе... Вам... Слушай, а камера работает? Угу. Ага. Мне шесть месяцев. А чувствую себя на шестьдесят лет. Вы феномен. Выходит, что так. А есть у вас, может быть, какие-то мысли дальнейшие театральные? Нет. Нет? Нет. Желаний? У меня не бывает перспективных планов в этой жизни. Не бывает. Нет, ну вот хочу завтра. Нет, не хочу. Нет, не хочу. Мне должны принести. Это мне должно очень понравиться. И тогда я захочу буквально завтра. Но не потому, что мне надо, в принципе, выходить на театральную сцену. В принципе, я человек глубоко больной и раненый кино. И это нереализованность. Меня беспокоит больше, чем театральная. А вообще-то, в этом даже есть что-то хорошее. Большое. А кто предполагается в корзине? Я думал, руководство республики во главе с высоким гостем. Ты думал? Да, я думал. Ты думал, просадись в шар и поднять в воздух руководство республики и главу советского государства? Это же диверсия, Сеня. Ладно, вот что. Полетишь ты, Сеня. Как я? За что, Ваня? Это все разные истории вообще. Театр, кино, телевидение. Мне это очень интересно. Это совершенно другой способ. Я очень мало востребованный в кино человек. Много сделавший для того, чтобы не быть там востребованным сам. Приложивший для этого руку. Но кино – это моя такая очень большая страсть. Это моя рана и это моя любовь. Хорошо, да? Хорошо. Теперь счастье будет. Да, Ванюша? Или что? Одного не могу понять, почему заяц смеется? Какой заяц? Да, Леня загадку рассказал. Если заяца загнать на самый край обрыва, он прыгает в пропасть и смеется. Ну и что? Чего он смеется? Свободный. Потому и смеется. В театре я буду приходить только тогда, когда эту роль невозможно не сыграть. Вот как эту роль? Ну потому что в ней, можно я скажу наглую вещь, есть абсолютное ощущение, что эта роль написана только для меня, играть ее должен только я, и никто кроме меня ее не сыграет. Вот это ощущение есть, и очень правильное. Я все для этого сделал. У некоторых людей ощущение вызывает, ой, это не написано. Это он сейчас говорит. Или это он сейчас ляпнул. Вот это он ляпнул сейчас. И это актерские штучки. Это вот просто сейчас, ничего я не ляпнул сейчас. Это закрепленные все вещи. Поэтому в театре я буду играть вот только вот что-то такое. Или когда это будет режиссер, может быть, поэтом Юра Фирс выходит из шкафа. Пожалуйста, сыграйте ее в моем спектакле. Приду и сыграю. Две тысячи лет люди ждут мессию. Так может быть, дождались Анны Путина? А, пожалуйста, не плачь. А, Димирич, мир сходит с ума. Сходит с ума, потому что, он заберет свой опыт. Моя память вернет этот опыт. Мы вернем людям память. Да, он меня молится, ибо я есть чудо. Меня верят как Бога. Те, кто на меня молится, станут основой мощнейшей политической партии. С моим помощью мы мир перевернем. Мы давали с собой помощь. Да, а ты на что? Вот иди разберись со своим мужем. Как мы начнем? Ребяточки, общую никто не записывает. Неинтересно? Как мы начнем? Да, поначалу придется доводить порядок жестко. Может быть, даже какое-то время придется пожить в условиях для этого мягкого культуричности. Побрацвы, поскольку все зависит от личностей. Какие-то звездные моменты, наверное, присущи... Кому? Стоянову? Да. Невыносимый человек. Правда? Да невыносимый. Расскажите об этом поподробнее. Это самое интересное. Невыносимый человек. Капризный. Но! А все капри... Артисты все капризные. Господи, если бы я встретил в своей жизни не капризного артиста. Это... То есть он просто не исключение? Просто не исключение. Но! У него есть исключение. Так. Он умеет каяться. Да. И извиняться. А это очень важно. А это очень важно во взаимоотношениях. И он умеет... И он умеет быть внимательным. И он умеет дарить подарки. Не мне, прошу прощения. А артистам, с которыми работает. И как-то... Там вот... Было 8 марта. Попал спектакль на 8 марта. Всем женщинам принес цветы. Так было... Так удивительно. Это прекрасно. Понимаете? Там, если у кого-то день рождения или какое-то событие, он обязательно об этом вспомнит, скажет, поздравит, поблагодарит. Вот понимаете? Капризные мы все. Невыносимые мы, может быть, все. Но вот мы не все умеем извиняться и как-то замечать свои какие-то проступки. А он умеет. А он умеет. Субтитры создавал DimaTorzok Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я никогда не покупаю ничью любовь, хотя у меня есть для этого возможности. Я ее заслуживаю. А я тебя забыла. Тебя больше нет в моей жизни. Все. Что я забыла, да? Все. Сейчас будешь вспоминать, родная моя. Когда на Финецком заливе я себе порезал ногу, а ты мне сказал, что если я тебя не поцелую, то у меня будет заражение кровью. Но ты меня так и не поцеловал. Ну больно было. Больно. Ну, Ник, ну-ка, 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 а ты помнишь, когда не топили нигде в городе, и ты простудилась, вот, а я тебя вот так вот поил чаем с бальзамом, из ложечки, как маленькую, вот так поил тебя. Да ты весь сам его и выпил. Да? Угу. Боялся заразиться. А что это у тебя тут сверкнуло, Нисточка? Ой, какое знакомое колечко. Опа. Носим колечко, да? Не снимаем, значит, колечечко, которое я тебе подарил. Ну, ты просто не успел его забрать. Да, да я во всем виноват. Да животное, во всем виноват. Во всем, во всем. Всех убил, всех продав, предал. Хотя бы в том, что мне память мою оставили. Ну, хоть в этом, ребята, я не виноват. Я бы все отдала, чтобы вот ничего этого не помнить. Значит, и вернулся, чтобы мучить меня. Зачем ты не вернулся в того света? Зачем? Хороший вопрос. Дура, здоровая ты! Ты же на ребенка руку подняла, ты! У меня были очень лестные предложения в лучшие театры этой страны. Но это же, что это, это для чего вот об этом мне говорить? Потому что я заведомо не мог их принять. Я передачу «Городок» не брошу. Я, потому что не испытываю в ней никаких комплексов нереализованности. Я не нуждаюсь в больших буквах своей собственной фамилии на любой афише и на любой обложке. У меня этого комплекса нет. Завитель все сидит. И в передаче «Городок» тоже. Ему меня там хватает, поверьте, умному зрителю. Я делаю оттуда намеки, какой я артист и что я умею. Вместе с моим партнером, естественно. Ты знаешь, друг Сальеев, что со мной вчера произошел пристранный случай. Какой же Моцарт? Ко мне явился черный человек. Чернее ночи. И заказал мне, не поверишь. Что ж, реквием, надеюсь. Не угадал. Он, он заказал мне рэп. А вот и он, мой черный человек. Твои люди, где мой рэп, мэр? Просто момент, просто момент, просто момент. Хорошо? Хорошо, мастер. Я вообще человек, который не очень любит, когда его хвалят. Это неправильно. Надо получать комплименты, уметь. А почему? Родные, не знаю, но куда я знаю так. Воспитание хорошее. Воспитание хорошее, знаете. Не воспитанный за мной. Но меня выручает партнер, для этого у меня есть. Ага. Как будто такой старый, надоевший вопрос. Ты хотел построить очистные сооружения, отдать акции, обязательные. Вспомни. И построить стадион. Ну как? Вспомни. Да. А ты очень любишь жиму и сына. Ты вообще очень хороший муж и отец. Вспомни. И даже не вздумай в этом сомневаться. Запомни. Ты никакая не сволочь. Ты очень хороший человек. А если совсем честно, то я не очень люблю аплодисменты, потому что я не умею ими пользоваться. У меня какое-то такое Борисовское отношение. У нас Олег Борисов, великий русский артист в театре был, в БДТ, великий просто. Вот это Гошмаршево сейчас надо объяснять. Сейчас я должен объяснять, кто такой Олег Борисов. Нет. Это вам я не должен объяснять. Поверьте мне, что вашим зрителям, доля которых вас интересует и рейтинг, 70% мне должен объяснять, кто такой Олег Борисов. Поэтому он кланялся иногда и говорил так. Простите меня, простите меня. Простите меня. Болтал. Бормотал так под себя. А я... Есть артисты, сыграет на две копейки, а наклонится на 100 рублей. Я видел. Мастера поклона. Бессовестного такого поклона. А есть режиссеры, которые ставят поклоны, а не спектакли. Тут все очень скромно. Я кланяться не умею. Не то чтобы не люблю. Не умею. Я как-то неудобняк. Спасибо. КОНЕЦ КОНЕЦ